Тот, кто может видеть небо в чашечке цветка, не страдает недостатком творческих идей, а настоящая красота таится в линиях, формах, цвете природных объектов. Совершим арт-бросок на обычную овощную грядку, а потом заварим чай под уютной грелкой тыквы. Для рассады сделаем текстильную изгородь из лоскутных лиан, а для букета полевых цветов – удивительную вазу. Пусть даже простые, обычные, окружающие вас вещи будут красивыми, как сама природа. Арт-грядку удобряет сегодня Татьяна Лазарева. Здравствуйте, дорогие зрители! Вы, вероятно, помните царя Новохадоносора II, который для юной супруги Семирамиды устроил одно из семи чудес света. Висячие сады Семирамиды. В абсолютно пустом песчаном месте соорудили четырехэтажную пирамиду с искусственным грунтом. Здесь посеяли траву, высадили цветы, здесь порхали бабочки и росли деревья. Высота каждого этажа была 25 метров. Сегодняшние дизайнеры взяли на вооружение идею висячих садов и экологические ниши заполняются зеленью в самых непредсказуемых местах. Это свободные ниши, стены домов и даже крыши. Обычно садоводы жалуются. Близким и родным мешают горшочки для рассады, расставленные на подоконниках, на полочках. Мы избавим от громоздких и неудобных горшков наши подоконники и устроим себе текстильную изгородь, в которой поместим горшочки для рассады. Я думаю, что это будет и удобно, и очень красиво. Итак, мы приступаем к работе. Для начала мы возьмем картонный шаблон. Он может быть любого размера. Я взяла 16 на 16 сантиметров. Теперь мы выкраиваем с помощью картонного шаблона из белой бязи такие же квадраты, но не забываем оставить припуски на швы. С помощью утюга вы заутюживаете припуски внутрь и складываете новый квадрат уголочками к центру. У вас получается вот такой конвертик. Потом вы его переворачиваете на другую сторону и повторяете операцию. Уже уголочками мы встречаемся в центре изнаночной стороны. У вас получится вот такая необычная геометрическая фигурка. Вы закрепляете все стежки крепкими сметочными стежками, а потом соединяете много-много квадратов в одну длинную полосу. У меня полосочка получилась вот такая. Так она выглядит с лицевой стороны и вот так она выглядит с изнаночной стороны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А теперь второй этап работы. Мы берем мелкие-мелкие крохотные лоскутки и используем их как инкрустацию. Мы украшаем наши белые квадраты цветными вставочками. Вы можете сами лоскуточки брать или цельными или они в свою очередь тоже могут быть из нескольких маленьких текстильных остатков. Сам ламбрикен будет выглядеть вот так с лицевой стороны. И вы видите, что каждый кусочек по периметру зафиксируем потайными стежками. Сейчас я покажу, как это делается. Музыка 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 А кстати, знаменитый датский художник Олафур Элиасон прославился знаменитой инсталляцией погодный проект. Это было гигантское солнце, собранное из зеркал, ламп и тумана. Посмотреть на в прямом смысле слова чудо света пришло более двух миллионов человек. А следующий проект в Германии в Вольсбурге. Это металлический каркас, на который установлено огромное количество обычных цветочных горшков с зеленой травой. Как видим, художник, играя с формой и пространством, использует самые простые предметы. Используя такой нехитрый текстильный прием, вы можете получить изделие любого формата. Это может быть маленькая подушка и большой плед. В нашем случае мы уже оговорили вариант текстильной шторы. И вы видите, что ламбрекен достаточно плотно держится на внутренней основе. Я с изнаночной стороны сделала кулиску, в которую вставила обычную деревянную речку. И с изнаночной стороны также есть завязки, с помощью которых можно зафиксировать нашу штору на любом карнизе. А вот от самого ламбрекена у нас идут вот такие длинные-длинные текстильные элементы, которые будут как и лиана фиксировать петли. Между ними располагаются две петельки, в которую мы легко можем, рассчитав нужный нам размер, вставить стаканчик с рассадой и обеспечить таким образом себя весенней зеленью, укропом, петрушкой. А кстати, сегодня дизайнеры не только строят, но и выращивают мебель из стеблей и листьев растений. Например, швейцарский дизайнер Мишель Бюссиен создал растущий стул. Он взял прозрачный акрил в форме стула и посадил туда маленькое дерево, которое разрослось и помещалось внутри самого прозрачного акрила. А вот китайский фермер вырастил необычную грушу в виде маленького Будды. Не знаю, как вам, а мне было бы очень жаль есть такой фрукт. Но многие дизайнеры берут пример, вероятно, с французского садовника Людовика XIV, который в Версале потрясающий стриг кусты в виде геометрических фигур людей и животных. Овощная грядка дает уникальные текстильные подсказки. Мы сейчас будем делать очаровательную тыкву-грелку на чайник. Но чтобы сделать такую очаровательную круглую тыкву, нужно сделать макет. Я для этого взяла старый брошенный кем-то глобус. Это может быть и старый мяч круглой формы. Еще мне потребуется макетная ткань. У меня это белая бязь, которая по ширине равна длине экватора круглого объекта. Бязью мы оборачиваем наш круглый базовый элемент и свободные края закалываем булавками. А потом вы все излишки убираете в выточки. Таким образом у вас получается лекало для будущей текстильной тыквы. Один совет. Прежде чем начать макетирование, вы разделите бязь на равные части. Если вы сложите бязь пополам, вчетверо и еще раз пополам, то можно эти сгибы заутюжить или сделать разметку с помощью карандаша и линейки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, в мире есть немало мест, где проводят потрясающие овощные праздники. В Буньоле под Валенсией проводят настоящие помидорные бои. Томатная паста и томатный сок текут ручьями. А на улицах устроены маленькие душевые кабинки, где можно смыть результаты кровавого томатного боя. А вот в Турине вместо томатов используют апельсины. А во Франции проводят лимонные фестивали с карнавалами, шествиями, дегустациями и удивительными скульптурами из плодов и кожуры. В России тоже проводят такие праздники. Например, под Тулой в городе Крапивно проводят крапивный фестиваль, а вот в городе Суздале проводят праздник огурца. Ну а теперь делаем сами элементы. Они должны быть объемными и сохранять тепло. Поэтому я взяла три слоя. По выкройке мы выкроили деталь из льна, пушистого синтепона или холофайбера и подкладка должна быть натуральной. У меня это белая бязь. Трехслойный элемент нужно обязательно простегать с помощью швейной машины. Швы могут быть любыми. Они могут полностью заполнить поверхность, а можно просто зафиксировать края. Вы выбираете свой вариант стежки. А теперь приступаем непосредственно к сборке текстильной тыквы. Вы видите, что все края мы обработали с помощью бейки, выкроенной под углом 45 градусов. Иногда ее называют косой бейкой. Пупарно вышиваете между собой детали, обрабатываете края. И у меня деталей шесть. Посмотрите, я шила сначала три элемента, а потом мне нужно будет добавить еще три. И получим вот такой объемный пушистый арт-объект. Музыка. 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 Продолжение следует... 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 Вы фиксируете выкройку на ткани, выкраиваете с припусками, потом, используя подкладку синдепон, стягаете. У вас получается в готовом виде вот такая яркая, красивая деталь. Посмотрите, как она выглядит с изнанки, с лицевой стороны. Боковые стороны у вас обработаны бейкой, выкроенной под углом 45 градусов. Потом вручную вы соединяете между собой несколько элементов, и ваза готова. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...